Мы с вами остановились на 23 мая. Вот что пишет Эдуард. Чудеса! Сейчас менял в ванной свое грязное полотенце на чистое, и мне в руки попалось белое полотенце с голубыми полосками. Именно это полотенце я видел во сне. Такие феномены происходят. Тут нам показывают язык. Вылез лишай на лице и на руках. 23 мая. С самого утра язык был бледно-розовый с небольшим, как мне показалось, оттенком желтого. Сейчас язык выглядит так. Вокраснение на щеке слева от носа уменьшается. При щеке на кисти подсыхают. Я по квартире как электроник. Действие быстро и точное. Мозг как компьютер. Увеличилась скорость процессора. Глаза горят. Жена сказала, ты какой-то не такой стал. Резкий что ли? Спасибо за советы. Значит, продолжаем советовать, советовать. И вот они фотографии ног за 23 мая. Значит, это просто какой-то кошмар. Глянуть на них и просто-напросто ноги воспалены, пальцы покрылись коростой какой-то. Я, значит, спрашивал. Раньше оттек был ног только в области пальцев и все. А теперь он стал перераспределяться, рассекаться как бы по всей стопе. То есть и отек ног стал большой. Крайне неприятно. 23-е. В 16 часов промыл марганцовкой и лег. Во время выполнения практики шавасана в ощущениях почувствовал некое движение внутри. Покраснение в области слева от ноздри. А также был сильный сброс с правой стороны тела от поясницы до плеча. После 18-30 почувствовал, что немного ознобит. Как перед заболеванием температура 37,3 в области пальцев. Небольшая тянущая боль. Немного жжения. Снял тампоны между пальцами. По ощущениям передавливает. Неужели марганец сейчас промою полынью? То есть травой отваром полыни. Ноги опухшие. С близкого расстояния вообще кошмар. Лучше не смотреть. Поставил ватные диски и чуток сахара. Выпил чуть трав. Буревая и пару гвоздик. Завтра продолжу все по новой, по старой схеме. Ну вот, продолжая. 23-е. В голову пришел вопрос. Я завтра хотел постричься. Не скажется ли это на уровне энергии, которая мне сейчас так нужна? Нет, не скажется. Еще под вечер стало ознобить. Температура держится в районе 37,3. Несколько раз подташивала. Как будто организм хочет от чего-то избавиться. Через рот. Неприятное состояние. 24-го мая. Любопытно. После того, как поставил ловушки на ночь в течение получаса, мне показалось, вроде стало комфортнее. Температура спала. А знов прошел. Пал плохо. Без снов. В стопах сжение, как в печке. Не знал, куда их положить. В 6 часов сделал перевязку. Никаких ниток не обнаружил. Только вновь стали высыпать волдыри, но не такие большие. Жидкая слизь отходит, но не сильно. На правой руке между мизинцем и безымядным образовался волдырь. Зуда нет. Язык с небольшим налетом. Температура 36,8. После перевязки стопы гудят. Пальцы немного тянет и ломит. Чувствую пульсацию крови в пальцах, но сжения нет. Насчет чужеродного вещества. Жидкость в волдырях я совсем понимаю. С уважением. Смотрим дальше, что тут. Фотографии идут. Далее язык. Что тут на мизинце. 24 мая. Доброго здоровьица. В 7 часов лег спать. И через полчаса упал в сладкую дрему. Было очень приятно. То ли сон, то ли яу. По телу прокатилась волна энергии. В ощущениях стопы не чувствую. Никакого дискомфорта и боли нет. Вообще ничего. Как будто ноги невесомости. На этом фоне в голове промекнула мысль. А стопы-то уже здоровы, если бы не знать про повреждения кожи. Так до сих пор и не понял, был ли это сон или яу. Интересный сон. В 10.30 встал. Настроение самочувствия хорошее. Температура нет. Кожа стоп стала приятно зудить. Заживает. В области волдырей чувствую. Кожа стягивается. В 12.00 снял ловушки. Отек стоп стал резко уходить. Значит дело пошло. Волдыри затягиваются. Между пальцами появились зазоры. Мицелий и слизь не обнаружены. Затем обмыл стопы отваром полыни. Я рекомендовал отваром полыни. Мыть для того, чтобы полынь подсушивала. И все это дело обеззараживалось. И раны побыстрее заживали. Стопы приобретают свой нормальный вид. В области волдырей тянет кожу. Раны стали затягиваться. Пальчики стали хорошо двигаться. Все только обмывание и травяной чай. На лице слева от ноздри покраснение. Покрылась сухой корочкой. Я тут вспомнил, что у меня в этом месте. С детского сада и в школе постоянно была сухая кожа. Шелушилась. Мама говорила лишай. И мазали постоянно кремом. То есть вот это мазали постоянно кремом. Замазали его туда внутрь. Он туда залез. И приспокойненько себе продолжает жить. Получается мы еще и до кучи зацепили лишая. Да, все зацепили. Все, что там было чужеродного, непонятного. Все это зацепилось и полезло вон. Перекис водорода хорошо подсушивает прыщики. Самочувствие хорошее. Температура 37. Да, грибок действительно побежал. Думаю, надо делать еще одну чистку печени. Сегодня вечером хотел выйти на голодание насухо. Часиком на 36. И посмотреть как будет. Можно ли делать обмывание корой дуба? Нашел остатки. Надо ли продолжать принимать травки буревой и гвоздику? Я ответил, что надо. Надо создавать душняк, чтобы оттуда он бежал из организма. Далее пошли в фото. Язык. Вот тут-то язык мне и не понравился. То есть такой язык указал на то, что не просто грибок, а там целая молочница. Так, посоветуйте, как помазать по красной лице сухую корочку. Чем помазать корочку? Значит, все побежало наружу. Обмакните ватный диск сахарком и на полчасика приложите. Это выманивание. Все можно. Омываем все микроры дуба. Принимаем травки побуревой в меньшей дозировке. Отдыхаемся и готовимся к чистке. Именно она с травками стала главным фактором в нормализации организма. Сдво грибницы через рот полезно. Полоскать рот содовым раствором, но не пить. И через 2-3 часа. А вот все остальное и травки побуревая, пить в меньшей дозировке. Обнаружилась молочница. Причем молочница такая, знаете, даже трудно высказать. Супер, супер какая-то уже укоренившаяся, зрелая. Далее. 24 мая. Эдуард пишет. За всей этой суетой вдруг обнаружил, что у меня начались проблемы со стулом. Вчера не было. А сегодня тоже. Только сейчас вспомню. Посоветуйте. Может сульфат магния или травки буревой нормальную дозу на ночь попробовать. Значит, насчет стула. Я ему ответил. Хорошо. Нормализуется стул с именем тмина, укропа и подобное. Чай с ромашкой только покрепче, с метком. Далее он пишет. Возможно, на нервной почве идет сильное давление со стороны. Самоизоляция, работа, деньги, естественно. Непонятные для большинства манипуляции со здоровьем. До чего себя довел, говорят. Секта. Это еще ничего не показываю вживую. То есть семья, естественно, криво относится ко всей этой оздоровительной эпопее. Много еще чего. Задумал снять квартиру. Возможно, действительно, для них это шок и секта какая-то. Короче, думаю. Пошел пить чай с ромашкой. Спасибо за совет. Но одному очень тяжело. Да, и еще. С обеда весь день до сих пор потряхивает. В теле стоит гул, как в трансформаторной будке. Температура держится в диабазоне 37,1-37,3. Но, естественно. Естественно, организм поднимает температуру для того, чтобы гнать всю эту заразу. Далее у нас идут фотографии. Стоп. Я, значит, что на то письмо посоветовал. Увы, ближние понять не хотят. Помочь не могут. А осуждать гораздо. Вот в такой атмосфере и оздоравливайся. В любом случае, надо как-то самоорганизовываться. А потом решаться на какие-то действия. Он ответил. Будем самоорганизовываться. То есть тут пошла, вообще-то, Жизнь, вернее, борьба не на жизнь, а на смерть. Так, 25 мая. Температура перед сном была 36,9. Ночью спал удовлетворительно. Встал очень поздно. Долго провалялся в постели. Вообще не хотел вставать. Усталость, апатия какая. Естественно, силы-то уходят на борьбу с вот этой вот всей инфекцией, с заразой, которая в организме. В час 30 просыпался от того, что вся футболка была насквозь сырая от пота. То есть уже включилась кожа для того, чтобы выбрасывать все из себя. И я замечу, что это хорошо. Но я при этом ничего не испытывал. Ни жара, ни оздоба. Вроде все нормально. Проснулся просто от сырости. Сменил футболку и дальше спать. Стопы в области пальцев тянет, как одна сплошная рана. Утром температура 37, язык с белым налетом. Принял чайную ложку тмина. Прополоскал горло соды. Ванночка для стоп с полынью. Температура в 14 часов 36,9, 15 часов 36,7. В настоящий момент после ванночки с полынью 37. На стопах вокруг лопнувших больших мелкие и средние величины валдари. Лишай на лице держится. Валдарь на правой кисти. Между пальцами тоже держится. Думаю проколоть его и залить перекисью. Стула нет. Стула нет. Все стало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ужас. Что за стопы? Ой, кошмар какой-то. Показывает нам язык. Язык. Вот смотрите. Вот этот вот язык. Это говорит о том, что молочница вылазит через рот. Через язык. Это тоже переполнен организм грибком. Стопы. Ну, стопы немножечко начинают вроде как что-то подсыхать. Значит, что я пишу. Судя по языку, грибок попер во все стороны. Значит, потейте. Это нормально. Остается запастись терпением и продолжать. Да, мы думаем, что трах-бах, как там некоторые говорят. Два-три дня и все там. И вы здоровы. Ничего подобного. Если все вот так вот запущено. Дай бог, чтобы у вас месяца через два все это вышло. Или через три. Это так минимальные сроки. Значит, вы поняли серьезность положения. Пьем тмин, полынь гвоздику понемногу. Но через два часа. То есть, регулярно протравливаем организм. Омываем ноги. Также регулярно через два часа. Получим ротовую полость. Содовым раствором. Если через два-три дня все будет так же. Придем на голод. Вот так бывает. Либо вы болезни, либо она. То есть, приходится человека настраивать на работу. Так, к тому же, я пишу дальше. Что вы уже поняли, что лучше действовать и чаще применяйте. Вылезь на язык, полощите через полчаса. Попробуйте марганцовку, перекис водорода, соду, полынь. Разжевывать мин. Вот такой последовательности. Глотайте гвоздику, да и жуйте ее. Через полчаса, в течение трех часов. И посмотрите, что происходит. То есть, тут надо уже методом тыка. Из всех вот таких вот противопаразитарных трав. Отбирать более эффективные. И уже дальше применять. И то потом организм привыкает. Паразиты привыкают. Травы надо менять. Значит, продолжаю. Грибку надо создать душняк круглосуточно. Понимаете, круглосуточно. Чтобы он не успокаивался. На время сна одевайте что-то старое, которое после обильного потения можно сжечь. Вы поняли, почему заразились от постельного белья. Оно слегка пропиталось. И этого оказалось достаточно. То Эдуард пишет. Насчет серого тмина. Забираю свои слова обратно. Только что разжевал его. Именно он создает дух в составе трав бурева, от которого воротит. Он очень хорош. Значит, подскажите, какое масло лучше использовать с эфирными маслами. Рафинированное или не рафинированное. Хочу попробовать повторять в колени. Далее, что еще пишу. Потение показывает, что грибок лезет через все щели. Значит, через час-два делайте в ванночке. Пейте, полощите. Здесь не требуются концентрированные растворы. Они должны быть средние и малые. Но чтобы его гнали. 26 мая. Вчера температура перед сном 37 метров. Спал удовлетворительно. Но не знал, куда положить левую стопу. В точке входа грибка между большим и вторым пальцами. Выворачивающая боль. Ломит, ноет. Как больной зуб в области суставов. Что в основании этих двух пальцев. Тянущая боль идет по стопе в колено. Видите, какой тяж. Ночью немного пропотел. С утра язык с белым налетом. 9.50 сода плюс перекис водорода. 10.05 сода внутрь. 10.21 зира. 1.2 чайной ложки. 10.25 стул. 100%. Был запор 3 дня. Стул как будто состоит из трех частей. Одна часть стула твердо черного цвета. Проробка. Вторая часть мягкая, правильно оформленная. Зубная паста темно-коричневого цвета. Третья часть каша коричневого цвета. Со свежей желчью и много слизи. Запах стула кислый. Ничего не обнаружил. 11.21. Выброс жидкого стула в виде грязной мути. Со свежей желчью. Обнаружились именно отмина и маленькие фрагменты слизи. То есть, надо еще то, что там внутри организма. Так как Эдуард говорил, что у меня живот твердый. То есть, грибок там пророс по всему животу. Что он стал такой какой-то, как надутый. Твердый. И вот это все не дает нормально работать. Ни пищеварению, ни порожнению. Поэтому это все надо расшевелить душистыми травами. 11.45. Сделать очищающую клизму 2 литра. Плюс 1 столовая ложка соли. Сначала чистая вода. Вторая часть небольшой мутью. И единичными фрагментами слизи. Или цисты, не понял. Клизма 2 литра впервые вошла хорошо и свободно. Даже 5 минут подержалась. После ванночки с полынью и пижмой. Левую стопу в области входа грибка. Выворачивает от боли. Постоянно ноющая и тянущая боль. Как больной зуб. 13.15. Керосин. Чайная ложка. Плюс 2 капли масла полыни. Втер в колено. Через час в коленях пошла сильная вибрация. Левая стопа ноет. 16.30. Валдырь на правой кисти лопнул. Думаю, отвар полыни. 17.30. После ванночки с полынью пижмой и гвоздикой боль. В левой стопе немного пошла на убыль. 18.00. Керосин. Чайная ложка. Плюс 2 капли масла гвоздики. Втер в колени и щиколотки. Через час в области щиколотки стало сильно припекать. В области колени хорошо печет. Надо будет с гвоздикой поаккуратнее. В коленях идет хорошая вибрация. 19.30. Температура 37.1. Лимфоузлы в паху несколько увеличены. И выдает терпимую боль при пальпации. Вот это уже, конечно, особо-то не хорошо. Но это говорит о том, что лимфатическая система включилась в борьбу с грибком. Керосин с маслом мне очень понравилось. Грибок, думаю, не очень. Надо продолжать. У меня есть еще масло анистой корицы. Нашел еще скипидарную мазь. Что с ней? Просто втирать. Значит, я порекомендовал керосин с маслом втирать. Для наружного применения. В течение дня полощу рот с перекосью. Жив гвоздику, тмин. Зиру. Пью чуть травки буревые. Вчера вечером еще делал ингаляцию с полынью. Дышал над кастрюлей с отваром. Хорошо. Это уже для молочницы, которая тут на языке сидит. Правая стопа очень хорошо идет на поправку. Но вот левая очень трудно. А через нее как раз грибок-то вошел. Приснился сон. Вторую ночь подряд один и тот же. Это очень хорошо. Когда один и тот же сон снится несколько раз. Это говорит о том, что что-то вам хотят показать. Я уже взрослый. Не хожу на уроки математики в школе совсем. Меня спрашивают, почему не хожу. А я не могу объяснить. Ступор. Говорю, что пойду и опять не иду. Приближается экзамен. Я понимаю, что не сдам. Паника. Мне передают, что меня просят подойти учительница математики. Я иду к ней и не нахожу. Полная опустошенность и безысходность. Конец. Пользуясь на неприятные ощущения. Этот сон, но немного в другой интерпретации. Я в университете не пишу диплома. Мне снится уже много лет. Ощущение плохое. Возможно, конечно, это стало сниться после того, как я завалил госэкзамены. В действительности в универе только для меня это был шок и сильнейший стресс, который я до сих пор помню. Вот этот шок и стресс надо вывести. Если его не вывести, вот это, как бы сказать, одна из причин того, что, вот теперь слушайте меня внимательно, что создала особую эмоциональную обстановку, энергетическую эмоциональную обстановку, которая благоприятствует и привлекает к себе разного рода вот эти вот грибки и прочих-прочих-прочих паразитов. Как бы сказать, первооснова вот такая, вот какая-то страха, паника и что-то подобное. Вот от этого надо избавиться. Вот если от этого избавиться, то все может рассыпаться, знаете, как это? Само собой, без всяких там полыней, тмины, жеваний и прочее-прочее-прочее. Ну, как это донести? Значит, что я ему советую? Если у вас керосин и гвоздика, попробуйте сделать смесь и с ней поработать. Если скипидар сживится, с эфирными маслами можно еще так поработать. То есть банка пол-литровая, она нужна для того, чтобы вы могли мешать воду. Наливайте туда всего лишь на все 50 грамм воды. Капайте одну-три капли эфирного масла, закрывайте. Хорошенько взболтали, чтобы все перемешалось. И далее микроклизмом. Дальше что тут у нас идет? Фотографии языка. Посмотрим язык. Какой язык? Язык мне нравится. Вот он. Язык весь обложенный. Стопы, стопы. Видите? Вроде как отек действительно спадает. И подсыхает. То есть дело вообще-то пошло на поправочку. Я, значит, спрашивал. Когда появился грибок или нороустройство до стресса или после? Он ответил. Грибок появился раньше до стресса. Микроклизмы завтра обязательно. А сегодня подышу. Я перед последней чисткой печени дышал несколько раз. Даже до получаса удавалось. Была тяжесть в руках и ногах. Через некоторое время небольшая тяжесть в области груди. Но, как правило, у меня при дыхании начинается дискомфорт. Дыхание сбивается. Как будто захлюбываюсь, задыхаюсь. И приходится останавливаться. Это как раз речь идет о дыхании, очищающем полевую форму жизни. Что я ему советовал? Все продолжайте. Парьте. Спейте. Делайте микроклизмы. Как я писал, дело идет. И надо решать главную проблему страх. Разобрать его со всей стороны. Истоки. И рассеять. Подышите, как дыханием, очищающим полевую форму жизни. Чуток для начала. И вот как раз он мне ответил, что вот у него с дыханием не совсем получается. Попробовали работать над этим страхом. Но слишком большая блокировка. Не все так просто, как хотелось. Пишет. Я вас понял. А я говорю. Это как с печенью. В смысле про дыхание. Стоит мощная блокировка. Завтра поделайте микроклизмочки через каждые 3 часа. Так. 27. Давайте еще прочитаем. И на этом мы будем заканчивать. Так. В 23 часа. На ночь. Керосинь. Плюс полынь. Колени, локти, поясница. То есть это он втирает в кожу. Колени, локти, поясница. Перед сном делал циркуляторное дыхание. С первых секунд спазм в области груди и горла. Через минуты 3 отпустило. Стало полегче идти. Пошла сильная вибрация в ноги. Чуть меньше в руки. Через несколько минут дыхание сбилось. Захлебнулся. Задохнулся. Продолжался 10 минут. Ночью час 30 проснулся от боли в правой стопе в области входа грибка. Ноет сустав большого пальца, как больной зуб, тянет, выворачивает тупая боль. Видите, вот по суставам любит грибок. Там, где есть жидкость. В ощущениях, как будто в месте входа грибка зияет дыра. Все разрушено. Съел гриб. И она болит. До самого утра не мог заснуть. Язык утром с белым налетом. Прополоскал с содой. Чуть позже соду внутрь и еще позднее тмин с водой. В 7.56 стул. Одна вторая каша коричневого цвета со свежей желчью. В конце слизь. Кислый запах перемешку с запахом желчи. Ничего кроме слизи не обнаружил. В банночке для стоп в течение дня с полынью и пижмой. Микроклизмы. 50 грамм воды плюс 3 капли эфирного масла каждые 3 часа. Молодец. Значит в 9.00 с полынью. Сразу пошло бурление в кишках. Выброс с жидкой грязной мути со слизью. С желчью остатками кала отмина. В 12.00 с полынью. Жидкая желтая муть со слизью. В 15.00 с гвоздикой. Слизь с белой лохмотью. В 18.00 с корицей. Слизь с белой лохмотью. В 21.00 с корицей. Слизь с белой лохмотью. Немного мягкого кала, который был весь в слизи. Самая бурная реакция организма на корицу. Выброс сразу. Кишки выворачивают наизнанку. Ого, корица тоже надо работать. Температура везде в диапазоне 36,7-36,8. Ну практически нормально. В 21.00 в левой стопе в области большого пальца появилась подвижность с небольшой терпимой болью. Это уже прогресс. Общее состояние стопы чувствует идет на улучшение. Ура, ура, ура. Наконец-таки началось такое малейшее улучшение. На правой стопе, могу же сказать, точно только коросты мешают. Ого, уже стопы подсыхают. Подсыхают. Это в 19.45 стопы подсыхают. Хорошо. Значит, он пишет, что пью, жую, увозди, кутмин, зирую, травки, бурю. А что остается делать? Наконец-таки после корицы, что тут выходит? Разного рода слизь. 28.00 мая слизь поперла, поперла слизь. И на этом мы с вами и остановимся.